всем привет дорогие друзья сегодня мы с вами проедем по улицам города героя посмотрим как вы все известно знаете что приключилось здесь несколько дней назад полнейшее затопление некоторых прямо прямо улиц вот одна из них улица шлагбаумская вот с левой стороны был ортопедический ларек такой и вот он по этой дороге где мы сейчас едем плыл именно плыл что-то страшное творилось здесь как говорят выпало примерно 2 2 месячные нормы осадков ну или быть чтобы понятней по два ведра воды на один квадратный метр выпало вот улица маршала еременко здесь тоже с левой стороны стадион центральной полностью полное затопление было вот эта улица тоже была затоплена но как сейчас видите ничего не напоминает практически ничего не напоминает вот пересечения с улицей самой линка светофор с правой стороны там мы еще проедем постоянно там даже небольшие дожди все там огромная лужа была многие я смотрел видео многие и многие пишут ливневки надо распродали все продали ну пишут это не вы не умные люди ливневки здесь даже будь они как в москве не помогли бы за 25 секунд все затопило бы и ливневки ни к чему бы хорошему не привели согласен когда легкие дожди то ливневки нужны чтобы вода не собиралась на дороге между бордюрами ну а писать вот такое ну это старая мантра у людей которые сами ничего не сделали пишут только все разворовали все распродали мэра надо посадить и прочее 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 хотя сами своей жизни гвоздя не не забили я больше чем уверен зато всегда все знают и пишут только гадости желая смерти вот как моим с моей ситуации очень много таких писателей особенно с одного канала его адепты ну да ладно бог им судья но помните что это все возвращается вот мы остановились с вами на улице маршала еременко дальше здесь вот реками легче смеет чуть дальше она впадает в море в районе порта как вы видите вот здесь вот размыло все ну и поплыл вот парапет стенка русла реки мелетчи сме ну сейчас то конечно уже хорошо здесь наблюдать мост выстоял самое главное через речку мелетчи сме мост выстоял ну а здесь вот много было красноухих черепах жили я надеюсь что и сейчас они тут остались я вот тщательно пристально всматривался но ни одной не увидел лягушек видел там прыгают а вот черепашек этих милых существ пока не увидел но надеюсь что они остались ну вот здесь полностью тоже было затоплено это вот как раз пересечение улицы кирова и улица маршала еременко мы вот двигаемся с вами в сторону центра по кирова сейчас именно вот здесь тоже было полное затопление особенно вот хорошо видно и там если посмотреть хронику вот с левой стороны медицинские центры здесь все было раз нараспашку двери и можно было смело заплывать туда на лодке вот медицинский центр еще но как я уже сказал здесь особо уже ничего не напомин не напоминает здесь вот центр гостиница керчь ну в принципе уже посмотрите здесь центр весь вычистили ну а дальше вот адмиралтейский проезд начинается здесь уже в принципе воды то и не было ну мы с вами перескакиваем дальше и подхребаем чуть не сказал подгребаем подъезжаем к началу улицы шоссе героев сталинграда вот здесь начинается такая низина как мы видим мост который демонтируют ворошиловский вот он четко отработал свое название под ним протекает великая русская река как я ее назвал джорджава ну а сейчас вот даже не узнать что здесь тоже все плавало вот еще остались видите здесь затопленные места низины автосервис вот как мы видим здесь вот а т.п. керченская авто предприятие находится ты и рядом кстати подстанция ну вот подстанция в арке сделано именно куда идет уэр который нужно будет переносить для демонтажа пролетных строений пока еще существующего ворошиловского моста который будет перестраивать как мы с вами видим вот здесь еще водичка есть ну а так в принципе в общем и целом конечно принесло много ущерба вот это вот наводнение особенно много людей пострадало на центральном рынке предприниматели вот там очень много товара испорчено но самое главное все живы здоровы и нету жертв как вот в ялте в ялте один человек один парень вроде погиб 95 года рождения ну а мы едем с вами по улице самой линка вот видим мы извиняюсь это улица карла маркса улица карла маркса вот здесь тоже было полностью все затоплено но и сейчас вот даже где-то вот если посмотреть и возле бордюров еще вот эта грязь осталась вот даже машины эвакуируют здесь объезжаем моих каштаны здесь попилили уже ветки нижние ну а так в общем и целом конечно уже вот и едешь смотришь как будто ничего не не было вот т-образный перекресток пересечения с улицей самой линка вот мы там проезжали вот видите мачты стадиона видно там вот с вами ехали это центральный стадион он полностью был затоплен ну не знаю может быть и сейчас в чаше самого стадиона еще есть вода вот хорошо мы видим здесь вода ушла подсохла но вот еще и пыль вот это нанесенный ил здесь остался ведь часть его конечно же убрали ну вот кое-что еще осталось ну а мы двигаемся с вами на гору метридат и давайте посмотрим а как же гора метридат лестница метридатская не пострадала ли она во время вот этого стихийного бедствия кстати объявлена была чрезвычайная ситуация на крымском полуострове ну и вот романовская гимназия посмотрите она вся в лесах конечно на на возвышенности находится и суда как я понимаю водичка не достала это радует центр керчи вот драм театр с левой стороны здесь как вы видите все на месте все нормально все спокойно ну и как уже известно что с 21 на 22 июня должно пройти факельное шествие она с поднятием по лестнице на гору метридат и соответственно открытие лестницы сразу сразу же скажу не пишите про факельное шествие если не знаете его истории чушь писать и сравнивать с какими-то символами это ума до хрена не надо лучше сначала прочитайте что обозначает факельное шествие в городе герои керчь а потом уже раздевайте свои поганые рты ну а мы с вами вот смотрим здесь в принципе все нормально как будто дождичек наоборот еще помыл саму лестницу в окрестности вокруг нее и все это вот блестит и сияет на лучах солнца ну и мы ждем с вами дорогие друзья вместе открытия этого грандиозного сооружения вот посмотрите но вот здесь вот с правой стороны где подпорная стена от контрафорсы здесь видно да немножко что поток все-таки был но естественно огромнейший сильнейший ливень был но я вот как раз болел у меня все как в тумане было я видел как сверкала молния когда вот именно этот день когда все моментально превратилась в реки ну и вы представляете какой поток шел вот с горы метридат тем более здесь таким уклоном с горы ну и посмотрите надо отдать должное строителям в частности баварскому дому что сделали все хорошо ничего здесь не смыло как вот пишут некоторые адепты одного говно канала что руки по оторвать вот и вам языки по оторвать и руки вместе с ними все здесь четко все на месте так что дорогие друзья ждем открытия давайте немножко поднимемся вверх и посмотрим как все здесь устроено но вот в это время уже в принципе вот в том году уже было жарко и все уже пожелтело но сейчас вот связи с такими вот дождями все еще зеленые игра метридат еще зеленая обещают опять дожди но посмотрим может быть не такой интенсивности как было конечно дожди в крыму нужны сейчас очень активно и усиленно пополняются водохранилища крымского полуострова и города героя севастополь но мы с вами находимся в восточной части сейчас конечно после всех этих вот событий город приходит в себя восстанавливается тем более помогают уже и федеральные о власти так что будем надеяться на быстрейшие самое быстрейшее выздоровление и города героя керчи и города ялты курортной столицы крыма ну и вот так вот выглядит верхняя площадка как вы видите заборы еще здесь не убрали но ничего я думаю что вот это вот чрезвычайная ситуация не помешает открытию лестницы на горе метридат с 21 на 22 июня и жители и гости города героя проведут факельные шествия отдадут дань погибшим воинам великой отечественной войне и все будет хорошо но жизнь продолжается стихия периодически затрагивает не только крым но и другие города вот так же такая же стихийное бедствие было двенадцатом году город крымск краснодарском крае наверняка помнят все в иркутске очень часто затапливают так что он дорогие друзья это реалии жизни без них к сожалению никуда единственное что нужно быть всегда готовым к таким ситуациям и выходить из них с минимальными потерями ну а какие были потери конечно же оценят и нам я думаю что сообщат вот такой сегодня у меня вышел ролик я еще не до конца очухался дорогие друзья ну вот что получилось то получилось а я на этом буду заканчивать не болейте берегите себя и будьте здоровы не забывайте подписываться на канал ставить лайки комментируйте что вы думаете по этому поводу ну и досмотрите красивые виды до конца вот именно здесь вот посмотреть набережную города героя она совершенно не пострадала и это радует ну а теперь все и до новых встреч в новых роликах а Субтитры создавал DimaTorzok